Здравствуйте, друзья! У нас в офисе Светлана Кав. Уже, наверное, второй раз, третий раз мы беседуем. И я хочу сказать, что ребятам спасибо за теплый прием, вопросы хорошие. И мы на самом деле так сегодня просто пошли покушать, а заодно уже, думаем, раз встретились, надо что-нибудь записать для наших зрителей. Поэтому я думаю, вот что. Знаете, что всех волнует? Волнует, например, не отменят ли лотерею грин-карт? Вот 1 октября в розыгрыше, и все спрашивают, не отменят ли? Похоже, что не отменят. Так что, пожалуйста, заполняйте документы на лотерею. Каждый год кто-то выигрывает, поэтому это самый дешевый или, можно так сказать, бесплатный путь попасть в Америку. Поэтому, пожалуйста, заполняйте документы, и мы будем надеяться, что эта программа будет произведена каждый год. Ну, просто хотели, два года назад ее хотели закрыть. Помните, когда реформа готовилась, речь шла о том, что ее закроют. И вот с тех пор народ переживает. А до этого, я вам скажу, в палате представителей, там, пять раз подряд, значит, они голосовали за то, чтобы ее отменить, а в Сенате, значит, это не проходило. Поэтому лотерея как-то все время была объектом такого, ну, торга, что ли. Мы вам лотерею, а вы нам там рабочих виз побольше. Пока что лотерея продолжается, и было время, когда некоторые страны не принимали участие в этой лотерее. Поэтому нужно, как говорится по-английски, take advantage, то есть нужно пользоваться случаем, когда программа, да, открыта, и подавать документы, причем от каждого взрослого члена семьи можно подавать свою заявку. И бывают случаи, когда оба человека выигрывают. То есть каждый год обязательно кто-то выигрывает. То есть это лучше, чем лотерея, скажем, денежная лотерея. Поэтому заполнять заявки нужно. Потрясающие случаи, когда, допустим, он и она, он выигрывает в лотерею, не успевает включить ее, но они все равно расписываются, он уезжает, и через год она выигрывает. Вот такое есть. А есть такое, что там выигрывает одна сестра, потом в следующий год выигрывает другая сестра, потом выигрывает третья сестра. То есть просто такое ощущение, что это где-то на небесах решается. Я хочу сказать, что лотерея, я вам такой дам маленький тип, такую подсказку, секрет, можно сказать, что лотерея это очень хорошее дело, и если кто-то планирует получить визу в Америку, то не нужно указывать, что вы участвуете в лотереи. Это не считается обманом, и это не указывается как подача на грин-карту, как попытка получить грин-карту. Как наличие иммиграционных намерений. Правильно. И есть вопросы в анкете на визу, подавали ли вы или кто-то подавал ли на вас когда-то заявление на переезд в Америку. Ответ будет нет, и он будет правильным. Потому что лотерея не считается намерением переехать в Америку. Это просто лотерея. Поэтому спокойно можно играть. А то говорят, что идешь когда к консулу, там визу получать, и у него там видно, что ты подавал или не подавал. Не должно быть видно. Лотерея не должна нигде высвечиваться, и это абсолютно точно. Я адвокат с лицензией, и вам четко и правдиво говорю, что нет необходимости указывать розыгрыш в лотерее, как планы переехать в Америку. Ну что же, это отлично. Потому что есть много на эту тему разговоров. Вот правда, что, когда происходит розыгрыш лотереи, вот как был сейчас 5 мая, сразу после этого, значит, ну я могу сказать, что у блогеров снижается количество просмотров. Я недавно как раз видео на это что-то делал. А правда ли, что у миграционных адвокатов, наоборот, возникает, значит, там дополнительный наплыв заинтересованных, поскольку лотерея не пролетели и начинают искать там дальше пути? У нас мы видим такую тенденцию людей консультироваться прямо перед результатами лотереи, чтобы узнать, что делать на случай, если люди проиграют. И это правда, что у нас небольшой затишье обычно во время октября-ноября месяца или во время того, даже когда люди подаются просто на лотерею, и во время тех месяцев, когда люди узнают о результатах. А потом, когда только узнают о том, что не прошли, тогда начинается наплыв людей, интерес в основном подавать на статус беженца. Окей, то есть тоже есть какая-то сезонность, получается, связанная. То есть лотерея влияет на сезонность? Да. Но я всех всегда подталкиваю и объясняю, что очень важно играть в лотерею, потому что это самый простой путь попасть в Америку. С точки зрения политического убежища, я знаю, что эта тема, она как бы с одной стороны мало освещается, с другой стороны там много спекулятивного и как бы очень мало ясности такой четкой. Вот в этой области что-то есть такое? Вот с того момента, как мы с вами пару месяцев назад тогда записывали видео, что-то меняется в процессах, может быть, в правилах? Я не знаю. То есть на сегодняшний день очередь примерно два года. Поэтому мы рекомендуем, мы, я имею в виду я и коллеги, другие миграционные адвокаты, кто специализируется в этих вопросах, что желательно подавать на статус беженца после въезда в Америку как можно быстрее, для того, чтобы быстрее пошел процесс, быстрее прошло время, когда подавать на разрешение на работу. Поэтому я не советую, как раньше, мы советовали еще год назад, полгода назад, что желательно подождать и подать поближе к концу разрешения нахождения в Америке, то есть ближе к шести месяцам. Сейчас мы не рекомендуем так делать, потому что нет в этом необходимости. А вот, допустим, я сегодня въехал в страну, а до этого я с вами целый месяц там в скайпе, вы мне что объясняли, что подготовить, как чего, и мы, в принципе, готовы. Я не знаю, сколько у вас занимается вся кухня чисто бумажная, но, допустим, вы говорите, через неделю могу подать. Люди, которые на той стороне сидят и говорят, вот смотри, Миша приехал в страну, визование там туристическое или там еще чего-то, и он уже через неделю в подаче. Понятно, что Миша обманул нашего консула в посольстве там, где-нибудь в Москве, да, потому что он говорил, что он турист, тут не Агару едет смотреть, а сам уже там с полным пакетом документов, значит, в чемодане был. Вот такого не возникнет? Ну, я хотела тоже сказать на эту тему что-то. С одной стороны, хорошо все планировать заранее, и при въезде в Америку пораньше подать, просто чисто для того, чтобы быстрее прошли 6 месяцев, после которых можно претендовать на разрешение на работу. Процесс подготовки и заполнения документов можно начать буквально там на второй, на третий день после въезда в Америку, но желательно, конечно, в первую неделю-другую не отправлять документы, чтобы не создать подозрения того, что человек имел какие-то намерения как-то обмануть, и намерения иммиграционные, а не чисто туристические. Поэтому желательно в первую неделю не бежать и не отправлять все по почте. Ну, безопасный период времени какой считается из практики? Ну, раньше считалось 2-3 месяца, а сейчас это для, например, тех, кто остается по воссоединению семьи, скажем, женятся, да, и остаются, или там родители, приезжающие к детям, гражданам остаются. Мы считали всегда 3 месяца это такой безопасный интервал времени. Для беженства можно гораздо раньше это делать, потому что все же люди, когда они идут на собеседование, объясняют причину, почему они не могут вернуться обратно, что их напрягало, кто их притеснял и почему они все-таки уехали. Ну, я бы сказала, пару недель может быть достаточно, если объяснить потом тем, что родственники, друзья подыскали адвоката для них и создали почву для подготовки документов. Все же в начале процесса мы не отправляем все документы, которые необходимы перед собеседованием. Есть минимальное количество документов, которые можно отправить для того, чтобы запустить процесс. И при желании все можно подготовить даже за несколько дней. То есть мы стараемся людям помочь иногда за пару дней, за неделю все подготовить. Значит, я думаю о том, какие у этого всего есть то, что называется ramifications, последствия. Получается такая история, если у человека семья, и он поехал один вперед, чтобы легализоваться и потом подвезти всех остальных, то получается при самом удачном раскладе, пройдет два года, пока его вызовут, и если он пройдет сходу... На сегодняшний день? На сегодняшний день. На сегодняшний день. Через два года, допустим, он получил официально свой сайл. И сколько нужно времени, чтобы привезти, например, жену и двое детей? Жену и детей до 21 года. Так. Примерно около года тоже со статусом беженца по специальной анкете. Это не воссоединение семьи, как иммигранты, а это специальное воссоединение беженское. И это не воссоединение, когда беженцы привозят других беженцев. Это специальная форма, которая только разрешена для мужа, жены и детей до 21 года. Значит, получается такая штука, что при самом удачном раскладе, если там не пошло в суд и так далее, значит, три года люди должны понять, что три года они друг друга не увидят. Ну, это средние сроки, и это для средней ситуации. Есть исключения. Например, можно попросить, чтобы рассмотрели дело пораньше, если существуют какие-то причины уважительные для этого. В основном это могут быть какие-то медицинские причины, какие-то серьезные проблемы в семье. И в виде исключения можно попросить, чтобы вызвали на собеседование вне очереди. То есть работает, и есть такое. Да, то есть мы в некоторых случаях просим, чтобы вызвали вне очереди, и это получается. Тогда в течение 60 дней рассматривают запрос вне очереди пойти на собеседование. Ну, то есть тяжело получается на самом деле, то есть это такой процесс. Если ехать не вместе... Если ехать не всей семьей, то это очень сложно, потому что это отрицательно влияет на семью. Но бывают случаи, когда кто-то один уезжает, например, на заработки, или уезжает по рабочей визе, уезжает по гостевой визе, и это все спланировано, умышленно. Вот. А для семей, которые настроены жить вместе и быть побыстрее вместе, это, конечно, очень сложно. Поэтому срок такой длительной ожидания собеседования не напрягает тех, кто уезжает всей семьей сразу и уже обустраиваются в Америке, тогда через полгода получают разрешение на работу, примерно через полгода, и спокойно ждут этого собеседования. Там другое напряжение. Там напряжение связано с тем, что надо иметь тогда на старте больше денег. То есть если они приехали, там муж, жена, там, допустим, двое детей, им же надо где-то жить, вот. Ну, хорошо, там Сакраменто. А вот у нас тут, представляете, там, две с половиной тысячи минимум им будет стоить квартирку снять. Это правда. Люди планируют это заранее. Очень многие, особенно компьютерные специалисты, график дизайнерс, имеют возможность работать отдаленно. Поэтому они приезжают в штаб, и они продолжают из дома работать по компьютеру, выполнять какую-то работу на, допустим, работодателя, который находится в их стране. Таким образом, они не работают нелегально, и у них есть какой-то источник дохода в это время. Небольшой, конечно, но... В основном люди все-таки пытаются спланировать свой бюджет и какие-то деньги подсобрать перед тем, что переезжать сюда. А вот такой вопрос, он, может быть, я не знаю, ну, может быть, странный. Но его задают все время. Его задают люди, пишут, знаете, обычно длинное-длинное письмо. Поэтому, если я начну письма публиковать, которые мне пишут, это вообще будет, я не знаю даже, с чем сравнить. Историю жизни там на десяти страницах, со всеми делами, подробно расписан. Смысл, если коротенько сказать, сводится к тому, что людям фигово очень. Ну, совсем плохо. Ну, вот тут плохо, и там плохо, и здесь плохо. Ну, никакой жизни нет. Ну, правда. И ты понимаешь, что жизни нет. Больше того, как правило, понятно, что, окажись они тут, львиная доля этих проблем куда-то бы улетучилась. Потому что это проблемы, связанные, действительно, с местом. Не с тем, какой человек, а вот где он оказался в силу обстоятельств. Дальше они говорят, но денег у нас вообще нет. То есть у них не только нет денег там на билет на самолет. У них нет даже денег там, вот, я не знаю, на неделю запасов купить продовольственных. Да, то есть он, ну, просто нет. Вот, в принципе, что-то существует, ну, или там, как в анекдоте сказать, ну, так плохо. Вот, что-то есть такое. Может быть, они могут пройти интервью там на статус беженца, может быть, где-то у себя в стране. Так бывает? Так очень редко бывает, но никто их не останавливает. Обратиться в посольство и попросить статус беженца. Просто в практике это очень редко происходит. И в основном люди, которые проходят собеседование на статус беженца в своей стране, это обычно идет по беженскому воссоединению. И обычно это, есть такая статья, называется «Латенберг пароль». Это в основном для религиозных беженцев. То есть мы говорим о людях, которые, например, по национальному преследованию или по политическому преследованию едут. У них практически нет такого варианта. То есть люди, у которых нет совсем средств, пытаются найти какую-то работу заранее. Допустим, обещают им какую-то работу в Америке заранее, и они одалживают деньги. Есть организации благотворительные, которые в Америке существуют. И люди находят эти организации типа спонсора, которые готовы дать им взаймы, скажем, деньги, суду какую-то, или купить им билет. А как найти такую организацию? Вот многие бы хотели. В основном в интернете люди находят эту информацию. Очень часто это религиозные заведения, которые этим занимаются. Например, церковь, может быть, синагога. Но чаще всего это церкви, баптистские есть, которые такими делами занимаются. Всякие благотворительные организации, то есть это нужно искать в интернете. Нет такого списка. Хотя был бы список, наверное, их бы тут же завалили, а они перестали бы давать. Наверное, централизованного списка нет, но если поискать информацию в интернете, то я думаю, что можно найти такую организацию, которая готова помочь. То есть как бы есть шанс всегда? Шанс. Если есть желание, то шансы находятся, и можно всегда найти какие-то пути. Люди собирают деньги. Иногда у себя в городе люди начинают собирать деньги, и как-то люди стараются им помочь. У нас есть такие клиенты некоторые, которые как-то умудрились собрать средства. Я помню, знаете, что вспомнил, пока вы уже говорили, когда я еще пацаном был, и вот тогда началась вот эта эмиграция, и тогда еще брали деньги за образование. Если вы знаете, было такое время, вы, наверное, сами очень маленькие были-то совсем. Вот, и 5 тысяч рублей за высшее образование. Ну и 5 тысяч рублей были чудовищные деньги, это ни у кого не было. Это не знаю, кем надо было быть, чтобы иметь 5 тысяч рублей. И я помню, что вот в Прибалтике, в Прибалтике, латыши, эстонцы, литовцы, они настолько вот не любили советскую власть, и настолько вот у них это все там, что они собирали деньги евреям, чтобы уехать. То есть они сами не могли, но просто вот сам прорыв. Знаете, когда из лагеря побег, то у всей зоны праздник. Вот, и вот зона, значит, скидывалась на то, чтобы там кто-то мог в побег уйти. Ну что же, хорошо, значит... У нас были в практике, у нас были, и сейчас есть иногда клиенты, у которых реально нет средств, и которые просто умудряются из своей общины собрать деньги. Вот как люди собирают деньги там на какие-нибудь организации, там продают конфеты, а есть люди, которые все же находят добродетелей в своей комьюнити, которые помогают им уехать. Такие бывают. Такой вопрос. Вот с точки зрения практикующего эмиграционного адвоката, который имеет дело со специфически, как бы вот, какой-то аудиторией, вы же, у вас нет там особо мексиканцев, да, у вас в основном? У нас, ну, маленький процент. Есть Эл-Салвадор. Ну да, все-таки у вас русскоязычные в основном. Да, в основном русскоязычные. Вот русскоязычные, как специфическая группа. Вот, допустим, чего люди должны знать, что делать плохо, чтобы тобой хотели заниматься, например, чтобы тебе действительно хотели помочь, вместо того, чтобы от тебя просто избавиться, и никогда тебя больше не видеть. Вот что такое они делают, или могут, в принципе, сделать, чтобы не хотелось с ними дело иметь? Что вы имеете в виду? Ну, вот приходит человек и говорит что-то. А вы имеете в виду, к нам обращаются? Ну, примерно, да. Что я решила брать их дело или не брать? Да, вот вы... Брать или не брать, не с точки зрения того, что насколько у него сильный кейс, а с точки зрения того, насколько можно иметь дело с человеком. Вот могут быть какие-то мысли завиральные, может быть какой-то... Вот то, что называется, этитюд неправильный. Вот что такое должно в человеке быть, чтобы не хотелось его брать как клиента? Знаете, я так люблю этот вопрос. Правда? Потому что его редко задают, но я, на самом деле, очень люблю на эту тему говорить. Так. Я уже 13 лет в практике, и последние пару лет реально не боюсь людям сказать «нет». Потому что, когда начинающий адвокат, наверное, начинающий бизнесмен, бизнесмен, бизнесвумен, немножко страшно отказать клиентам. Кажется, что тебе нужны все. И любой человек, который постучал в твою дверь, ему нельзя сказать «нет», потому что он тебе нужен. Нужен опыт, нужны деньги, нужна работа. Сегодня мне все равно тяжело говорить «нет» людям, потому что хочется всем помочь. Бизнес есть бизнесом. Естественно, финансовая часть присутствует. Но человек должен просто уважительно относиться, вести себя культурно, и уважать меня, мое мнение, и доверить мне, как профессионалу, свое дело. То есть человек пришел, и он говорит, вот у меня такая ситуация, даже если у него нет денег, или ему сложно платить ту цену, которая у нас поставлена, в принципе, фиксированная цена, я готова пойти навстречу человеку, который искренне мне доверяет, и хочет со мной работать, и ведет себя красиво, уважительно, чем человек, который будет себя вести грубо, и который готов переплатить дважды. Поэтому для меня очень важно уважение ко мне и к моей работе. И когда человек себя ведет красиво и уважительно, я готова всем помочь. И пойти навстречу, даже когда человек не готов или не может платить ту цену, которую мы поставили. Но у вас бывает, что говорят, я узнал недавно, что вы деньги берете за свои услуги, и сразу вас разлюбил. Редко такое бывает, но я думаю, что эти люди не заинтересованы серьезно ничего делать, просто им хочется, может быть, кому-то испортить настроение, или просто поискать информацию, чтобы была какая-то тема для размышления. Те люди, которые серьезно настроены уехать временно или постоянно, которые настроены что-то делать, обычно не ведут себя так. Хорошо, вот такой вопрос. Я понимаю, что вы на одной стороне этого спектра услуг иммиграционных, адвокатские, профессиональные, лицензированные и так далее. Я вижу какие-то еще элементы в этом спектре. Начиная от откровенных жуликов, но таких же клейма ставить негде, и кончая людьми, которые вполне адекватные, они прошли через политическое убежище самостоятельно. Как правило, это люди, которые имели юридическое образование в странах СНГ, России, Украины, Беларуси. Они сами разобрались, они сами успешно прошли. И они как бы консультируют. То есть они, некоторые даже бесплатно консультируют, некоторые какую-то денежку за это берут. Но не с точки зрения, скажем, этики, законности и так далее, с точки зрения, ну скажем так, разумности. Мы все хотим сэкономить деньги. Кто хочет лишние несколько тысяч отдать? Ну вот в принципе, насколько шансы, допустим, снижаются, если человек работает не с профессионалом, а с кем-то, кто имеет вот такой опыт. Он же может на самом деле не только иметь опыт личный получения политического убежища, он может за пару лет уже 50 человек проконсультировать, и они очень успешные у него. Вот как вот с этим быть? В чем риск? Ну риск в том, наверное, что этот человек, который помогает без американской лицензии, особо ничем не рискует. Когда человек обращается к лицензованному адвокату, например, обратился человек ко мне, естественно, я заинтересована, чтобы я выиграла это дело. Во-первых, потому что реально хочется людям помочь. Это первая мотивация. Вторая мотивация, хочется, чтобы люди рекомендовали меня другим, потому что в иммиграции обычно не повторяющийся бизнес. То есть закончил работу с клиентом, тебе нужны все время новые клиенты. Это не так, как, например, в парикмахерской. У тебя все время одни и те же клиенты, они довольны, и они к тебе возвращаются. Во многих бизнесах уже есть отработанная клиентура, и если людям нравится, как ты работаешь, в принципе, уже ты себе заработал определенную репутацию, и люди возвращаются из года в год или каждый месяц. В иммиграционном деле все время нужны новые клиенты, поэтому люди должны быть довольны. Лицензованный адвокат отвечает за свою работу и старается, чтобы все было правильно, и старается предусмотреть на 5-10 лет вперед, что может быть и как может быть. Человек, который не имеет лицензию, их цель в основном заработать сегодня. Они, может быть, тоже любят помогать. Они, может быть, любят помогать, но они могут не знать всех тонкостей того, что может быть в будущем, ну, как в шахматах на 5 шагов вперед, что может быть. Но риск в том, что если что-то произойдет с делом человека, то не с кого будет спрашивать. То есть у них нет лицензии, у них нет страховки профессиональной. Вот риск в этом. А если все получилось, то все обошлось тогда замечательно. Проблемы возникают тогда, когда что-то не получается и начинают искать виноватых. То есть, грубо говоря, так, что человек, который не является лицензированным таким специалистом, он просто не видит настолько шагов вперед, как, допустим, и не видит такого разнообразия ситуаций. Да, и он, может быть, более агрессивно будет советовать людям какие-то шаги предпринимать, потому что он особо не боится потерять то, чего нет. То есть, когда у адвоката есть лицензия, обычно адвокаты не стараются агрессивно предлагать какие-то вещи, которые могут быть рискованными. То есть, мы стараемся более продуманно, более осторожно давать совет клиентам. С другой стороны, я вот думаю сейчас над этим. Есть такие люди, вроде и лайсенс у него есть, а уж не дай бог связаться там, знаете, как тоже бывает это же все. То есть, как бы, я помню, страхованием занимался. Вот мы там все лицензированные, и там библиотеки смотришь, там каждый месяц десятки людей решают этой лицензии за какие-то вещи, что они там творят. Да. Да, лицензия не гарантирует здравый смысл, и лицензия не гарантирует опыт, лицензия гарантирует право представлять клиентов. И поэтому обычно я всем своим клиентам советую взять консультацию первоначальную. Консультация платная, но она в разумном пределе стоит. И таким образом я могу познакомиться поближе с клиентом, и клиент может задать мне ряд вопросов личных, и таким образом определиться, работаем мы дальше вместе или нет. То есть, на самом деле, помимо лицензии, все равно ты с конкретным человеком работаешь, так я суммирую, да, и надо понимать, что тебе с этим человеком комфортно. Я знаю много ситуаций, когда люди в силу разных обстоятельств, там, ну, мы тоже там советуем периодически, да, там спрашивают вот что-то, мы говорим, вот иди вот к этому, иди к тому. Значит, ну, потом смотришь, там человек говорит, я вот пошел там еще куда-то, мне кто-то сказал, тот был занят, что-то там звонок во время не вернули, я побежал, потому что мне было срочно, потом проходит там несколько месяцев, ты смотришь, там слезы в глазах, там или еще что-то, и совсем не то, что он ожидал, а он чего-то ожидал, и в ППХ что-то сделал. Я много этого вижу, на самом деле, то есть, когда люди куда-то идут, и потом что-то не то получается у них. Ну, бывает, поэтому, опять же, я всегда клиентов настораживаю, когда мне звонят по телефону и говорят, мы готовы с вами начать уже дело, давайте мы вам все сразу заплатим, я говорю, давайте, может, сначала познакомимся, хотя бы по скайпу, чтобы вы видели, кто я, а я видела, кто вы, и чтобы вы были уверены, что вы мне доверяете, и я чувствую, что я могу вам реально помочь, потому что просто так тоже деньги брать не хочется человека заранее, не убедившись, что можно ему помочь. А когда я кого-то рекомендую, например, других специалистов, я стараюсь всегда два или три порекомендовать, чтобы у людей был выбор. То есть, если человек мне говорит конкретно, вот выберите, пожалуйста, одного, я выбираю одного, если просто говорят, вы можете кого-то порекомендовать, я считаю, что человек должен не просто найти профессионала, но чтобы им по душе подходил этот специалист, и чтобы самое главное было доверие. Вот давайте я вас спрошу, мы как бы не с одним и тем же контингентом работаем, но пересечения много. Вот у меня, например, на канале, на котором мы сейчас это видео показываем, и в школе. Я бы сказал, что у меня процент людей из, ну, не только республик, вот скажем так, Средней Азии, но, допустим, автономий Российской Федерации, там Татария, Башкирия, Калмыкия, там, я не знаю, там Бурятия, вот непропорционально высок по отношению, допустим, к славянскому населению вот этих стран. Я это вижу очень сильно по комментариям, ну, по именам людей там, да? И вот у вас тоже такое есть? Или незаметно? В последнее время, да, больше людей приезжает, русскоговорящих, вот с бывших стран Советского Союза, но вот именно с Азии. Там Киргизия. Да, то есть, все равно приезжают из славянских стран, то есть, вы имеете в виду, там, Россия, Украина, Белоруссия, вот, но с Кавказа и с Азии стало больше приезжать, чем год назад, я бы сказала. У нас с Кавказа совсем мало. Очень много профессионалов, очень много молодых семей приезжает. Бурятия, Киргизия. То есть, с образованием, ребята. Очень много с высшим образованием. И хотят остаться. Да. Ну, хорошо. Вот, давайте еще один вопрос я задам. Очень часто, вот, когда люди обсуждают, ну, там, может быть, нет крутых специалистов, но вот какое-то такое поверхностное обсуждение, вот, эмиграции, там, а как остаться. И говорят, надо вот, главное, доехать до Америки, а там уже, значит, легализоваться через адвоката. Вот, совет такой, причем он невероятно частый. И вот, то есть, как бы, адвокату приписывается какая-то такая магическая способность легализовать человека, который уже добрался до Америки. Вот, что-то, может, вы как-то прокомментируете. Вот, насколько магического много в адвокате? Я считаю, что в адвокате очень много магического. И это тоже любимая часть моей работы. Именно, как я говорила в предыдущем с вами интервью, своего рода такой иммиграционный диагноз. То есть, я очень люблю его ставить, вот, потому что мне реально нравится помогать людям. И узнав побольше о человеке, о их жизни, о их планах, мой опыт многолетний позволяет мне возможность правильно выбрать путь иммиграционный, который будет самый эффективный, самый быстрый, самый бюджетный для этого человека. Поэтому я считаю, что очень важно вовремя и заранее проконсультироваться с адвокатом. Некоторые люди решают потом сами что-то делать, не возвращаются к адвокату по разным причинам. Кто-то, может быть, уже заранее всё сам спланировал, у кого-то нет финансов для этого. Очень часто это люди, которые уже образованные, грамотные, много начитались и решают попробовать сами. Если всё получается хорошо, если не получается, то очень дорого потом стоит всё исправлять. Но люди имеют выбор, что им делать. Оставаться с адвокатом или самому что-то делать. Но я считаю, что это очень важно. Что адвокат, то есть, например, если вы приходите к финансовому специалисту, очень важно всё спланировать правильно, например, если вы хотите инвестировать деньги, скажем, в финансовое портфолио создавать, бизнес открывать. То есть дешевле всё же проконсультироваться в начале процесса, чем решать проблемы по мере их поступления, правильно? Ну вот, тем не менее, существует тоже очень массовое такое поверье, что я подам сам, проскочу, значит, проскочу. А нет, ну тогда уже возьму адвокат. То есть вот то, что вы сейчас сказали, говорит о том, что ты, конечно, возьмёшь адвокат, но будет намного дороже тебе всё стоит, поскольку исправлять сложнее, чем сразу делать правильно. Да, но не потому, что адвокат наказывает клиента за то, что он сразу не обратился не поэтому, а потому что, если начинать всё с адвокатом, с самого начала, то адвокат имеет полностью информацию о том, что проходило во время всего процесса, что клиент говорил, что его спрашивали, как всё дело строилось. Поэтому если вдруг что-то не получается, и нужна апелляция, то гораздо дешевле помочь человеку подать на апелляцию, чем пытаться узнать у клиента, который не помнит, что он говорил, что писал, где бумаги, которые он заполнял. То есть создавать, получить сведения с собеседования практически невозможно, в редких случаях только. Поэтому дешевле и проще всё же иметь эту информацию с самого начала. Дешевле в смысле расходов времени, которые... Дешевле и времени, и финансов. Всё-таки если человек хочет быть уверен, что всё получится хорошо, то лучше доверить специалисту, чтобы его за руку провели через весь процесс. Давайте, может быть, такой вопрос. Когда человек попадает на собеседование, вот поначалу к эмиграционному офицеру, и казалось бы, вот он, вот прямо сейчас, можно сейчас раз и всё, чтобы потом уже по судам не ходить и так далее. Что обычно люди делают не так? Я не говорю о ситуации, когда неубедительный, какой-то кейс неубедительный и так далее. А вот в ситуации, когда поведение человека, вот то, что он делал, и то, как он это делал, негативно влияет на принятие решения вот эмиграционным офицерам. Вот какие типичные такие... Ошибки. Ошибки, да. Что люди делают такого? Во время собеседования есть две вещи, которые должны присутствовать. Первое. Офицер должен поверить, что человек говорит правду. Естественно, важно не только, что человек говорит, но как он это говорит. То есть офицер эмиграционный, который проводит собеседование, имеет закалку психологическую, и он смотрит на поведение человека, на его взгляд, на весь его body language, то есть на всё его тело, как он себя ведёт и как он говорит. А второе — это сила самого дела, самой ситуации, то есть насколько всё было плохо, чтобы поверил офицер, что человека реально преследовали, а не просто какие-то там неприятные моменты в жизни произошли. Поэтому очень важно всё же вести себя так, чтобы человек поверил, что ты искренне рассказываешь всё, и что ты искренне боишься вернуться обратно. То есть искренность и более такое естественное поведение очень важны. Человек может волноваться, естественно, он будет волноваться. Ну, если он волнуется, например, он может совершенно естественным образом немножко путаться в показаниях, ну, просто от волнения. Правильно, немножко путаться, иногда люди путаются, и я иногда даже сама удивляюсь, что человек сделал очень много ошибок, а в итоге ему дают статус. А есть люди, которые абсолютно всё заучили, выучили, и ни единой ошибки не сделали, и вроде как сильное у них дело, а им отказали. Разведшкола. То есть засланный красочек. Да, то есть ещё должен присутствовать какой-то элемент просто вот удачи, какой-то вот лак такой должен быть. Но это не то, что человек может, допустим, спланировать или как-то планомерно в себе развить, как бы, да? Получается, что вот артистические способности или вот какие-то... А есть люди просто недушевные. Вот он такой вот чип-п-чип замкнутый, бывает нелюдимый, бывает он такое слово из него не вытянешь даже в комфортной обстановке. Правильно. Но человек смотрит в основном, опять же, не что он говорит, а как он говорит, на его взгляд, на его общение с офицером, потому что это не считается допросом, это считается такой беседой. И человек должен сам верить в то, что он говорит. И он должен создавать такую ауру вокруг себя. То есть он должен сам верить в то, что он говорит, и он должен стремиться убедить офицера в том, что он говорит правду и вот что эти вещи очень важны для него. То есть он не должен вести себя равнодушно. Не у всех должна быть одинаковая мимика или одинаковый тон голоса. Но человек, когда рассказывает о себе, о своей жизни, вот мы же тоже, когда с людьми разговариваем, просто разговариваем, мы чувствуем, насколько они искренне что-то нам хотят рассказать или о себе, или даже просто поделиться фильмом, который они посмотрели, или книжкой, которую они прочитали. То есть мы иногда проникаемся к людям и реально верим, что они нам говорят правду. Или даже когда мы просто смотрим фильм. Почему некоторые фильмы выигрывают призы? Потому что мы смотрим фильм, мы начинаем плакать, мы начинаем смеяться, и мы реально чувствуем, как будто бы это происходит сейчас. Точно так же человек должен повести себя на собеседование. И часть моей работы заключается в том, чтобы историю, которая у человека есть, его жизни, помочь им преподнести свою собственную историю в таком свете, чтобы им поверили, что эта история с ними произошла. Потому что есть люди, с которыми реально вещи произошли, но они не умеют это рассказать правильно. Я не говорю о ошибках. Когда человек нервничает, он может ошибаться, спотыкаться, но ему дают возможность исправить эти ошибки. И даже с ошибками люди получают статус, причем с первого раза его получают. Хорошо. Я на самом деле имел в виду, может быть, какой аспект. Вот есть люди, которые приходят к тебе за советом. Ну, в вашем случае, как правильно мою историю подать? Что в ней важно, что не важно? Может быть, что-то вообще надо убрать, а что-то, наоборот, подробнее. Вот как подать? И вы ему говорите, делай вот так. Или он говорит, а вот мне, например, кажется, что если я вот об этом расскажу вот тут, вот как меня там, как меня на собрании, как меня там, это самое... И вы ему говорите, да нет, это не так важно, это мало интересного. А вот это, то, что тебе... И так же он идет вот к офицеру, и уже наконец-то он видит человека, который, может быть, его поймет, что вот он хотел, и начинает ему там рассказывать чего-то, чего там на десятом месте по важности. Вот он, грубо говоря, он плохой ведомый, вот так скажем. Да, точно, он забывает все, что ему говорили, и делает свое. Он сам по себе. Вот он говорит, веди меня, но неведомый. Вот так бывает? Бывает, и очень часто это потом плохо заканчивается. Но люди очень часто непредсказуемы, во-первых. Во-вторых, когда они волнуются, они иногда начинают говорить вещи, которые не нужно было говорить, просто под напряжением, под стрессом. Но я обычно неоднократно с людьми репетирую до того, как мы идем на собеседование. Плюс я сопровождаю их на собеседование, чтобы они чувствовали себя спокойно. И мы по несколько раз репетируем заранее, чтобы человек понимал, что от него ожидают, и что его будут спрашивать, и какие вещи помогают его ситуации, и какие вещи мешают. Поэтому это имеет какую-то ценность, поэтому за это люди платят деньги, даже те, которые абсолютно все могут сделать сами. То есть, так как я уже через это прошла какое-то количество сотен раз успешно, то я могу быть уверена в том, что я понимаю по истории, которая у человека есть, по его характеру, по его манерам, что и как его могут спросить, и где у него могут быть какие-то ошибки, и как их исправлять. Я слышал такую историю, что вот есть статистика на вот этих офицеров. Сколько у них там успешных кейсов, неуспешных. То есть, когда вам говорят, что вы назначаетесь на такое-то время к офисеру такому-то. Нам не говорят заранее к какому теперь. А, то было время, говорили. Было время, что мы номер офицера знали, но не для беженства, а для грин-карты или для гражданства. И мы могли вспомнить, кто под этим номером идет. А сейчас назначают время, и офицера могут поменять даже в день собеседования. То есть, мы не знаем, к кому он попадет. Понял, понял. Естественно, когда мы видим офицера, мы, в принципе, знаем уже, как себя вести с этим офицером. Но когда интервью на статус беженца, ответ только через две недели. И офицер не показывает никакого виду, и шансы, что дадут человеку ответ в тот же день, не существует. Потому что процесс для всех одинаковый. Я вот, может быть, в сторону немножко отойду. Когда дедушки, бабушки идут получать, ну, не обязательно, может, помоложе люди, идут получать гражданство американское. Вот есть такая, как бы, мулька, что надо идти с адвокатом. Когда вот интервью это происходит, я ходил с мамой, ходил с папой, ходил, когда они получали. Но вот есть какой-то смысл в этом, или просто для успокоения такого? Вы имеете в виду, когда бабушки и дедушки, или просто люди, будем так говорить, среднего возраста или там пенсионного возраста, когда они хотят сдавать экзамен на русском языке? Или вы имеете в виду вообще просто люди в пенсионном возрасте? Ну, так, собеседование там есть. Собеседование, если люди хотят разрешения сдавать на родном языке этот экзамен, тогда рекомендуется иметь с собой адвоката, потому что решение о том, разрешить человеку сдавать на родном языке или нет, принимается на месте. Несмотря на то, что заявка, то есть справка такая на исключение из правил, чтобы разрешили сдавать по-русски, подается заранее. А решение о том, разрешить человеку сдавать по-русски или нет, принимается на месте. Поэтому, если адвокат на месте, то если происходит какой-то спор, о том, принять справку или нет, то адвокат может вопрос решить. Во время самого интервью, вот там же задают вопросы, там, расскажи, кто у нас там президент, или сколько там штатов было оригинально, и так далее. Вот в этот момент адвокат может присутствовать? Было время, когда брали адвоката, чтобы, грубо говоря, этот вопрошающий там не нарушал, не наизжал, не переходил каких-то границ, не знаю каких. Такой порядок до сих пор существует, и многие люди чисто для собственного спокойствия берут адвоката для того, чтобы все прошло плавно. Потому что бывают случаи, когда человек идет сам, абсолютно готов, но просто волнуется, и офицер спешит, и не всегда доброжелательно относится к человеку, человек просто теряется. А когда рядом адвокат, все же адвокат, человек, которого уже клиент знает, и чувствует какое-то спокойствие и поддержку, плюс, ну, есть какой-то контрольный... Такой валидол такой. Да, такой валидол ходячий. Вот, есть все-таки поддержка для клиентов, моральная, и бывает так, что все же офицер, зная адвоката, может как-то более снисходительно повести себя с клиентом, поэтому это не мешает, а только может помочь. Вам приходилось вообще в таких участвовать в действиях? Я постоянно в таких учащихах. Первые, да, то есть я хожу регулярно, и есть клиенты, которые очень нервничают, это же люди, которые знают хорошо язык и довольно молодые, но просто у них напряжение от того, что они идут в официальное заведение на экзамен, они уже много лет экзамены не сдавали, то есть им очень страшно, потому что это очень важный момент, и после 15-20 минут успешного прохождения вот такого экзамена, люди просто счастливы и готовы все отдать за такую помощь. Я был свидетелем такой удивительной ситуации, я пошел с отцом, а ему уже было так за 80, и он, в общем-то, был такой нездоров, то есть он в болезненном состоянии был, но он очень рвался, и вот мы пришли туда, и нам говорят, ну, приходите там на процедуру, там все нормально, там принятие гражданства, присяги, и я офисеру говорю, что, конечно, сложно, что он больной, и он посмотрел, что называется, почесал репу, он говорит, погодите тут, посидите, приходит с супервайзером, и они присягнули прямо тут же в офисе. Называется administrative oath, то есть я иногда прошу, чтобы моим клиентам, особенно людям уже довольно в таком преклонном возрасте, разрешают пройти такую церемонию прямо на месте. Ну, для нас это было так неожиданно, я даже не знал, что есть такое. Ну, так как я знаю о том, что это существует, я прошу прямо на месте офицера, уже когда мы видим, что собеседование прошло благополучно, говорю, пожалуйста, у вас есть возможность сегодня вот такую церемонию сделать, и нам иногда говорят, подождите, иногда говорят, приходите через пару часов, и прямо вручают сертификат, поздравляют, дают флажок, пожимают руку, говорят, поздравляю, сегодня вы гражданин или гражданка Америки. То есть такое существует. Ну что же, хорошо. Значит, мы как-то так вот от сложных таких вещей, можно сказать, суровых, перешли таким к радостным, там уже гражданство, прием в буржуинство, можно сказать. Ну что же, может быть, какое-то напутствие давайте. Вот скоро сейчас начнется розыгрыш, не розыгрыш, прием заявлений на лотерею Гринкард через две недели. Ну, это мы уже так поговорили вначале. А вот с точки зрения, ну, такого общего напутствия, есть какие-то, ну, в том же политическом убежище, например, есть масса такого, я вижу, что люди говорят, у меня нет оснований, я вот как бы, он сам решает, что у него нет, он сам себя квалифицирует, как бы на то, что есть, или на то, что нет. И вот какие-то такие вещи. Какое-то такое напутствие, вот где не затыкаться, и где себя не блокировать. Я советую людям, что очень важно иметь надежду и никогда не падать духом, и практически всем, ну, сто процентов всем, можно помочь найти вариант, как получить статус легальный в Америке. Просто должно быть желание, доверие, и все же называется open mind, то есть как бы открытый, должны быть открыты к тому, что все же можно найти легальный, нелевый какой-то эффективный вариант иммиграции. И если желание присутствует, то практически всем можно помочь. Поэтому минимум взять профессиональную консультацию, если есть реальное желание иммигрировать, я советую всем. Я бы сказал, что практически все русскоязычно-американские блогеры, они практически все говорят, ребята, путь есть. Вот никто не знает твой путь, но то, что путь есть, если очень надо, то он есть. Это вот практически вот, это уже, так сказать, со стороны, чек с лайсенсом уже говорят, не просто там пацаны, которые оптимистично настроены. Естественно. Ну, как говорили, если долго мучиться, что-нибудь получится, но не обязательно долго мучиться, главное правильный путь выбрать и к нему стремиться. То есть человек должен захотеть тоже со своей стороны что-то сделать, какие-то вещи вспомнить, какие-то бумаги собрать. Поэтому можно помочь, должно быть и желание. Ну что же, давайте мы тогда на этой высокой ноте, вот там помашем всем ручкой, скажем. Удачи всем! Я желаю, чтобы побольше человек заполнил лотерею и всем желаю вам успеха! Спасибо! Спасибо! Спасибо!